Так, начинаем запись, трансляцию. С вами Легислад, всем привет. Сегодня у нас первая игра плей-офф. Играем против эльфов Винтероса. Матчап планирует быть не очень простым. Сейчас посмотрим, что он сделает со своей командой. Я думаю, до последнего момента это сейчас будет тайный. Может быть он купит себе запасного, не знаю. Ну, в целом, матчап очень для нас неудобный. У противника много статапов, много скиллов. И хочется, конечно, против них сыграть в силовую, но не знаю, получится ли у нас маловатый гордов и могучих ударов у нас всего два. Так что еще посмотрим, кто кого. Ну, будем стараться за всех сил. Я еще думаю, что еще на индусов взять, если они, конечно, будут, если он не сделал каких-нибудь интересных персоналов. Но вообще должно быть немножко. Надеюсь, не помешает моей игре то, что я немножко приболел. Я вижу, в принципе, он онлайн, поэтому, наверное, можно уже его приглашать. Его стадион, у нас обоих по бесплатному магу. Это, конечно, нам точно западло. В общем, может нам плохо это оукнуться. У нас 150 тысяч по эти кэши, значит, он кого-то все-таки купил. Давайте посмотрим, кого. Он купил себе целых, ну да, одного линейку он себе купил. Ну, нормально. У него, в общем-то, один запасной получается. 12 игроков он будет играть. И у нас 150. 150 тысяч это неплохо. Что на них можно купить? Что на них можно купить? Можно купить взяточку, в принципе. Можно взять, даже не знаю, что еще взять. Наверное, девочку одну. В принципе, толком-то ничего не остается больше. И погнали. Да, всем на прибывшем привет. Привет, Колян. Привет, Мянка. Привет, Гритас. Эльфы выигрывают монетку. Да, и мы в защите. Мы в защите. Это, в принципе, не так уж и плохо. Так, что мы можем интересного здесь сделать? На лосс пойдет Огр. Поприветствуем. Экспоненты. Есть у нас слабое звено Мэнни. Хотелось его поставить, на самом деле, даже на кромочку, чтобы он своим сайдстепом как-то мешал по ней бежать. Но не получится, конечно. Это очень жаль. Поэтому на кромочку у нас пойдет Арнольф. Ставиться будем обратными чашечками, чтобы было оппоненту сложно. И, может быть, плюс силового поставить. В общем, будем акценты смещать, на самом деле, сюда. Как-то вот так. Чтобы здесь было оппоненту пострашнее. Потому что он, вероятнее всего, все-таки через этот фланг пойдет. Здесь будет немножко помягче фланг. Но здесь все высокомовные, поэтому, если что, они добегут. Всякие неравномерные расстановки против Ольфа мне категорически не нравятся. Поэтому, вот как есть, так и будет. Думаю, вполне себе нормально. Привет, Стокер. Ой, хорошие, конечно, у него игроки. Жалко, у него гард бронированный. Его так просто не выкинешь, конечно, с поля. Была бы главная цель, если бы у него не было брони. С другой стороны, у него много кетчеров. Их тоже хочется всех поубивать. И же все-таки они все мутанты. Хорошо хоть тровер у него... ...качанный. Хотя, что качанный, что не качанный. Все равно у хайов тровер очень хороший. У нас, в принципе, два запасных. Так что, если что, мы можем даже без взяточки фалить. Но это делать надо осторожно, потому что каждый фолл... ...такой даже ганг-фолл, он открывает дорогу к голу. Нам это не нравится. Я думаю, что он будет стараться заносить как можно чаще. Чтобы не давать нам отдохнуть и завязнуть. В нас он не хочет, конечно. Привет, Сорос. Что-то он мудрит. Не пойму, что он задумал здесь. Там. Пойдет он именно по тому флангу, по которому я и хочу. Ах, как же кика не хватает. Получает кик снап. Кик для него нормальный. Ну что же. Нормально. Как нам его останавливать? Главный вопрос. Этих, этих, всех этих мутировавших товарищей останавливать очень сложно. Хотя, меня может выручить то, что у него главный вот этот парень. С четвертой силы и пятой агилы. У него, кроме блоков, в принципе нет скиллов. Поэтому ничкам все равно кидать подвержен. И это хорошо. Это хорошо. Жалко, конечно, что стадион оказался винтросовским. Люблю я, конечно, с магом играть. У нас, конечно, тоже есть маг, но что-то вообще мне это не радует. Новенькие команды. Хорст. Вандерзон получает колокола сразу. Очень жаль. Как-то он пока себя не зарекомендовал. Первой своей игрой в команде. Посмотрим, что покажет второй новичок. Рольф Закс. Он уже получше. Он уже хотя бы выдержал первый удар. Смотрите, сзади товарищи. Он раздумывает пойти по центру. Очень интересный вариант. Почему он пошел по центру? Я бы пробивал фланг. Очень любопытно. Это очень любопытно. Кстати, может быть, он хочет просто сейчас немножко меня назад оттянуть, чтобы я пошел на его половину, а потом он сделал забег. Но он все равно должен кого-то здесь оставить. Это все. Я смотрю, он вообще не хочет пробиваться вперед. Видимо, потому что уже у него численное преимущество. Ну что же, нам остается только показывать, что он не прав. Показывайте, мы это будем кулаками. В основном. Привет, Дженни. Он еще из-за мячик там переживает. У меня же вроде никто почти не добегает, кроме моего вот этого кетчера. Он довольно с большим трудом это делает. Вот его первая угроза. Это пятая агила, которая все равно занесет, чтобы мы не делали. Было бы неплохо, если бы он сейчас нашел одну 36-ю, конечно, вот здесь. Упал бы и разбился. Но, конечно, нам на такой фарт не придет, я думаю. А ведь мог бы сделать простой вот здесь вот Блиц и расположить их где-нибудь здесь, без всяких даджей. Странный, конечно, человек. Вот одна из наших основных целей. Потому что это седьмая броня и много хороших таких скиллов. Надо его, конечно, прибивать. Но он, видите, он грамотно его поставил. Как самого ценного в окружении остальных. Так что все он, в принципе, к своему пасу приготовил. Я думаю, что он никакими вкладками заниматься не будет. Он просто прибежит и даст. Хотя, может, и через вкладочку сделал здесь. Он, может, в принципе, делал все, что угодно. Это еще что такое? А он хочет занять моего кетчера, прилипало. Ну, пусть. Так, хорошо. Хорошо. Немножко сейчас уберем скиллы и посмотрим. Эта линейка просто встанет. Огра хочется завести, на самом деле, сюда. Обязательно нужно сделать угрозу где-нибудь на этой стороне поля, чтобы он мячик не сушил долго. Вопрос, кем делать угрозу. Хочется, на самом деле, сделать Арнульфу, потому что он молодец. Он вообще, как бы, выглядит опасно. С той стороны, Арнульф мне и здесь пригодится. Мне нужно как-то занимать всех товарищей, потому что... Ну, сейчас практически только кубы останавливают его от того, чтобы взять и занести. Это очень печалит. Есть агильная линейка. Агильной линейки мы скормим блицером. Пусть торжится. Агильный линейк через него может быть, в принципе, пас. А точнее, пас может быть сюда. Нет, сюда будет вкладочка. Да, можно и через него довольно легко это сделать. Здесь хочется ударить. Этим хочется подойти. Причем подойти куда-нибудь. Он здесь не самый опасный. Хочется, конечно, сюда подойти. Это значит, что этого, скорее всего, придется блицевать. Да, Арнульф, скорее всего, будет просто гордом. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут Огур покажет пока. Может быть, у нас сейчас еще Рубен пробьет вот этого товарища. Будет приятно. И пробился. Дальше у нас уйдет Отто, который у нас, если что, будет а-ля перехватчиком. Но тоже есть сайдстеп, поэтому неважно, куда он нападет. Хочется его, конечно, убить. Очень хочется его убить. Еще к тому же сдаем так, поэтому для меня он вдвойне опасен. Мы его, конечно же, пеленоним. На нет и сюда нету. Идем сюда. Блин, вот сломанная нога, зараза. Но ничего страшного. Просто идем сюда. Рубен у нас идет крыть кетчер сюда. Этот линейк у нас, конечно, тоже ни к силу, ни к городу. Хочется его к кому-нибудь поставить. Вот эти товарищи вообще никак их не закрою. Они все равно здесь прибегут и отдадут все, что надо. Можно, на самом деле, просто вот сюда вот встать. Тогда ему просто будет немножко сложнее здесь. Ему придется бежать через центр. А здесь мои товарищи стоят. Ему здесь все равно какие-то даджи какие-нибудь кидать придется. Или можно встать вплотную. Тогда он здесь побежит. Можно сделать компромисс этих товарищей. Как-нибудь вот так вот мы сделаем. Сделаем ему какую-нибудь угрозу. Забежит сюда, Арнольф будет бесполезен. О, мы поставим Арнольф сюда. Тебя мы поставим сюда. Все равно мы... Вот этих товарищей мы никак не закроем, поэтому... Ну, хочет, но пусть посмотрим. Не знаю, куда деть. Как товарищи защищаться в их атаке, я просто не представляю. Кроме как... Просто убийствами. И одного человека мне, конечно, уже не хватает. Не было бы такой дилеммы тогда. Нет, Афалит некем. Он слишком распределен на поле. То есть я, конечно, могу забыть совершенно на мяч. Но... С фалами дело подождет, потому что товарищи так пробит. Это не тот риск. Пока он пробит, у нас поровну. Так что нормально. Вот работает такл. Жалко. Ладно, встанем сюда, чтобы ему было... Доджиться посложнее. Мэйни, подводишь. Подводишь, Мэйни. Вот, он сейчас будет уходить сюда. Мы сейчас его встретим здесь, в принципе. Мы его сейчас здесь встретим. Если он не захочет заносить на этот ход, что требует некоторого риска, то, может быть, у нас сейчас все будет хорошо. Ну, мы тут не на кубы смотрим. Мы тут смотрим на конечный результат в основном. Так, хорошо. Он хочет встать куда-то в приятное для меня место. Меня это радует. Мячику, наверное, все равно будет отдавать. Или нет? Нам нужно, чтобы сейчас завалился какой-то бросок. Так, бросок не завалился. Может быть, это будет даже вкладочка вот этому товарищу и гол через грязь. Да, кстати, скорее всего. Тут все-таки пятая ангела. Так что им, можно сказать, абсолютно все равно. Да, это гол. Это, скорее всего, гол. А может и нет. Может быть, это и не гол. Так, а что нам делать с мечом-то? Что нам делать с мечом? Этого товарища надо убирать. Этим можно, в принципе, подстраховать мячик. Рубан может поднять. Этот может сделать биц. Непонятно куда. Можно, конечно, пас на Фарена, но он не добегает до гола. К тому же здесь есть много товарищей, которые могут перехватить. Плюс пас. Если подбирать Отто, то это печаль. Можно, конечно, подобрать Эвер и отдать обратно. Тогда вот так надо сделать. Да, можно сделать так, но это без шутхендов. Куча всяких бросков неприятных. Обязательно надо пас и обязательно нужно убрать кого-нибудь из этих товарищей. Конечно, можно вот так сделать, чтобы не было перехвата. Убежать. Тут никто не добежит. Вам, в принципе, неплохо. Придется один кинуть ГФИ или сделать Блиц. Есть еще эти товарищи. У этого товарища есть Такл. Главное, чем черт не шутит. Погнали. Ох, как все это стремно. Как это все стремно. Просто ужас. Сайфового блоков у нас нет. Он сейчас потратит мага, кстати, скорее всего. Сейчас, может быть, будет перезагрузка. Так, кто здесь добегает? Ты добегаешь и не добегаешь. Надо одну клеточку сделать. Да? Да. Все, больше нам и не надо. Вот ты у нас. Ты у нас совершенно точно не добегаешь. У тебя сайдстеп. У тебя рессл. У тебя можно и на одном кубе, в принципе, шибануть. Ой. Кстати, нет, это уже ни на что не влияет, поэтому. Да что ж такое-то, зараза? У нас девочка, если что, есть. Ладно. Интересно, будет этот магом или нет? Это прям даже очень интересно. А, это маг. Смотрите, ребят, красота. Живем. Хорошо, у нас маг еще есть. Здорово. Говорится, да, может быть, ты и прав. Надо было, может быть, не тратить. Так. Тяжка, блин. Минус два. Будем верить в нашу единственную девочку. Нечего на стадионы. Они тут ленивые, на самом деле. Приходят маги на стадионах. Смотрите, а это мог бы быть мой ГФИ. Видите, я чувствовал. Точнее, смотрите, там... Я правильно не перебросил, ребят? Хотя там, конечно, были еще броски на броню, но... Тем не менее. Ну, мы тут гол солить не будем. Точнее, посмотрим, что он будет здесь делать. Если он не будет меня прессовать, конечно. Я бы предпочел, чтобы он вообще сюда не подходил. Тогда было бы хорошо. Но мы сейчас забьем, конечно. Потому что у нас здесь, в принципе, его... Я не знаю. Какие эти товарищи, наверное, все-таки отнимут. Не хочется рисковать. Привет, Саракал. И шестерки тут выпадают. Посмотрим, как Рольф выдержит свой второй удар за карьеру. Смотрите, Рольф молодец. Вот Рольф мои симпатии уже получил. Отлич от... ...всяких других товарищей. Вот Хорст пока показал себя довольно плохо. Сразу же покинул поле. Испугался на вторейшей игре. А Рольф пока держится. Не, мягко. Не красил. И даже не купил. Я, на самом деле, подумываю взять уже готовых. Потому что времени на покраску надо опять отпуск брать. Скорее всего, у меня просто не будет на этой возможности. Надо, чтобы сейчас... ...завалил тоже опять додж какой-нибудь. Нам нужно сравнивать счет по людям уже. Мы как-то уже в минусе. В общем, сейчас наш план... О, хорошо. Рерол. Не стал, кстати, тратить рерол. Кто у него здесь самый-самый полезный? Самый полезный у него вот этот кетчер. Хочется взять его в оборот. Так что давайте его возьмем в оборот, его попробуем. И занесем гол. И занесем гол. А, Маркус, покажи, на что ты способен. О, Маркус, молодец. Аптечка, небось, улетит. Небось, улетит. Неужели не стал тратить? Не стал тратить. Отлично. Отлично. Гол. Так, ну хорошо. Направляли на первый гол. Направляли на все клыкалы. Красота. Минус уже очень хороший кетчер. Ребят, пока все отлично. Прям даже я не верится в такой расклад. Так, меня продолжает устраивать эта ситуация. Самые ценные игроки у меня здесь. Здесь у меня с самым большим увомом. Пойдет он опять здесь. Все, все, все отлично. Все отлично. У нас еще есть маг. Что замечательно. Так. Заметь, винторос тоже бережет. Бережет рероллы. На самом деле, это довольно расчетливая и правильная вещь. Хе-хе. Зараза. Можно теперь не беречь. Ну посмотрим, посмотрим. Я просто констатирую факты. Я никого не грозню и не прошу ни у какого нафига помощи на самом деле. Я его, конечно, уважаю, но иногда и своими силами приходится. Давай, Хорст, у тебя второй шанс показать себя. Вот. Вот так. Молодец. Так и надо. Вот как надо ложиться настоящему линейкину. Страховочка. Рукой хлопаешь по земле. Все в порядке. Отто получает по щам. Отто, не уходи. Нам нужно второй тайм. Отто, молодец. Отто все знает. Так, теперь, видите, у него забеги на мою половину уже без... без всяких даджей. Наша следующая цель будет, скорее всего, вот этот товарищ, который у нас будет самой главной занозой у нас в нашей атаке. Поэтому надо его, конечно, прибить. Даже не агильный, а вот именно вот этот товарищ. Ну или вот этот, вот этот блицер. Но у него броня побольше. Поэтому, наверное, закатаем все-таки кетчером. Попытаемся. Но, к тому же, его не кроет. Кроет он своих... своего... агильного линейку. Видимо, этого линейку он еще качнуть хочет. Двоих он оставляет сзади. Видимо, что это он такое делает здесь. Мне кажется, он не уважает Арнольфа, на самом деле. Книжок он не уважает. Да, он, смотрите, он решил покачаться с ГФИ. Раскачка с ГФИ, это, конечно... Это рисковый план. Это как-то даже не знаю. А, это не ГФИ было, это был подбор. А, ну он все равно с ГФИ будет пасовать. Можно и так, 67% нормально. Так, хорошо. К сожалению, у меня никто не добегает толком. Но... Надо хотя бы себя показать. Правильно? И товарищ сюда. Вы, страдальцы, встаете. Отто тоже встает. Как-то неудобно мне сюда добегать. Придется, наверное, вот этого кетчера валять. Жалко, что они все с третьей силой, конечно. Ты убежишь. Поэтому тебя ставим сюда. Арнульфу, возможно, стоит поставить, кстати, сюда. В принципе, он должен здесь к месту прийти. Тебя мы... Идем сюда. Рубан у нас... Тоже идет сюда. Их помарчили. Арнульф встает в блокировочку. Тебя мы попробуем убить. Встать в блокировку. Варень, Маркус. Пи их. Отлично. Но это, наверное, он всё-таки приролит. Смотрите, не повезло ему. Зато везёт мне. И мы, наверное, сюда пойдём, чтобы было сложнее. Так, ну и что? Можно Огром пробить. Почему нет? Ну, вот так куда-нибудь сюда. В лотерею играть не хочу, потом геморрой его поднимать. Пусть лучше стоит, будет полезней. Это ещё что такое? Смотрите, начинается психологическая атака. Вот такие вещи, они меня в ступор вводят. Я боюсь. Маркус, наконец, заиграл в ту силу, которую я хочу, чтобы он играл всегда. Хорошо. Мэнни стоит, Мэнни молодец. О, Арнольф на себя единички скармливает, отлично. Мы, конечно, никуда не пойдём. И не хочется отсюда уходить. Вроде место хлебное. Оболенное. Менг, боюсь, что не исключено. Боюсь, что не исключено. Тогда все скажут, что всё куплено. Дисквалификация, вечный позор. Зачем мне такое? Хорошо хоть без мяча, ладно. А, это просто сюда будет блиц, понятно. Это просто блиц. Близ, кстати, стаклом, так что довольно неприятно. Наверное, под линейку, да, или куда? Да, под линейку. Даже линейка сейчас ударит меня. Может, в принципе, на одном кубе, если хочет. Ну, знаете, как бы, мы 3 плюс доджи даже без стройного реролла, как бы, делать обучено. Так, вот ты, давай, держись. Держись, Дота. Вот ты нужен. Вот ты молодец. Вот ты молодец. Так, а куда он будет девать мяч, кстати? Куда он мяч будет девать? Можно сказать, вопрос у века. У меня, в принципе, с некоторой удачей может забежать мой кетчер, если я отодвину вот этого товарища, Огром. То я буду пробовать, если что. О, о, о. Сейчас закроют, конечно. Не-не-не, никуда я не пойду. Есть Арнульф, который может тоже сюда добежать. Так, хорошо. Да, хорошо. Меня убегают. Так, этого товарища, кстати, можно задвинуть куда-нибудь сюда. На кромочку, чтобы ему было некомфортно. Кетчер-то как запирает моего, как моего кетчер запирает. Изобразие. Если что, у меня тут с двумя гафеи, Арнульф бежит. Вообще изи. Правда, с доджом, но кого это волнует. О, даже, даже есть открытый путь теперь. Так, раз, два. Нужно раз, два, три. Посмотрим. Здесь тоже два гафеи с одним доджом. Вот так вот можно сделать. Давайте мы подгоним сюда Огра, потому что это, в принципе, надо сделать. Мы поднимем этого товарища. Этот парень у нас пойдет блокировать продвижение этого хмыря. Хорошо. Этот парень может, в принципе, встать контакт к этому товарищу. Ему будет сложновато отсюда уходить. Этого мы подвинем сюда. Тут все закрыты. Этим даже можно будет пробить на двух кубах, но здесь блодж. Поэтому пока... Пока надо подумать. Линейкой можно сделать ассист. И Арнульф, в принципе, оставить здесь. И как сейфити будет. Вообще все будет хорошо. Можно и Жок здесь, в принципе, оставить. Можно сделать вот так вот. Тогда все равно можно доставить мячик, в принципе, без особых проблем. Вот главный товарищ, который может все нам... Малину нам сломать, потому что он доджится как хочет. Поэтому можно, в принципе, его закатать, а здесь просто усложнить. Но это не дело, на самом деле. Это не дело. Надо, я думаю, все-таки рискнуть и здесь сделать что-нибудь такое вот. Жоку надо переводить. Раз Жоку надо переводить, значит, этого товарища надо поставить сюда. У него мува... Мува у него хватает. Ставим его сюда. Арнульф у нас будет на этом фланге. Он должен страховать все это безобразие. Этот товарищ... Тоже опасен. У него нет, в принципе, доджа. Это хорошо. Маркуса мы тоже должны оставить в качестве сейфити. Я думаю, как-нибудь вот так мы его оставим. Вот здесь, если что, здесь добежит до всех, кого надо. Тебя мы можем прикрыть. Чтобы ты... Делал всякие плохие доджи. Здесь простой пасты на него. Мы его, допустим, отодвинем здесь. Хорошо. Ладно, делаем так. Может быть, сейчас мы освободим вот эту линейку. Если освободим, то он тоже побежит. Уже вот, скорее всего, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь он встанет, будет отлично. Хорошо, что не доджился. Этого товарища мы не трогаем здесь сайдстеп. И этот блок мы делать не будем, потому что это какая-то ерунда. А вот это мы сделаем. Вообще, сделаем мы вот сюда, вот в эту сторону. Мы это, конечно, перекинем, потому что у нас четыре ролла, и всего осталось как раз четыре хода. Это шестерочка. Кидаем тебя куда-нибудь сюда. Сведаем. Мячик падает не очень удачно. Жалко, мы не можем его забрать. Здесь мы не бьем. Нам не нужно толкать этого товарища сюда. Здесь, конечно, эти товарищи от доджицы подберут все. Но здесь у Винтероса уже проблемы. И это хорошо. Это хорошо. Ему сейчас будет очень трудно мячик доставлять куда ему надо. Да и спрятать мячик ему будет трудновато сейчас. Ну, главное, конечно, игра пошла, потому что Маркус проснулся. Маркус молодец. Надо его не перехвалить, а то будет опять какие-нибудь глупости творить. Конечно, он может здесь вот через какие-то дикие доджи вкладочки и длинные пасы попробовать сыграть. Кстати, у него может получиться. Пас встроенный есть. Сейф-2 у него есть. У него есть агильные, принимающие. Так что, в принципе, это все не так уж надежно. Ну, это много бросков. Джинни вообще не жажду. Совершенно. Совершенно не жажду. Так, Отто. Что ты творишь, Отто? Что с тобой случилось? Бэдли Хёрд. Обойдемся без тебя, Отто. Мне очень жаль, но... Аптечка очень важна тоже. Пока запасные есть, Рубен будет отдуваться за Отто. К сожалению. Эх-эх-эх. Жалко, что Отто не выдержал нагрузки. Очень жалко. Давай, нужен завальный додж. Сейчас доджей к нам уже нету. Так, ну это не похоже на завальный додж. Еще и такл есть. Давай, хотя бы стрелочки. Будет хорошо. Так, ну отлично. Это практически стрелочки. Это практически стрелочки. Так, хорошо. Что мы делаем? Можем повалять здесь. Здесь надо тебя обязательно прикрыть. Только непонятно кем. Можно пробить тут. Это очень жадно. Это все очень жадно. Как мы тебя освободим здесь? Надо угрумбить. Здесь, значит, надо два асиста, чтобы было все хорошо. Как это сделать-то? Загадка. Все хочется, все. Все вкусно. Ладно, придется неглованного все-таки моего Маркуса на всякий случай отдать на съедение этому страшному товарищу. Просто на случай, если все пойдет плохо. Здесь поваляем тебя в пол. Хорошо. Здесь тоже тебя хорошо повалить бы. В перочках. Отлично. Пробой там. Это замечательно. Не, ну, блин, конечно, мне очень стремно бить Огром. Но здесь все-таки три куба Огром, они у меня ассоциируются с более сейфовой игрой, чем 3 плюс реролом. Может быть, это неправильно, конечно. Может быть, надо сделать вот такой додж, сделать блиц. Может быть, стоит здесь блицануть в один кубик. Но я его не отодвину от мяча, мне придется все равно додж делать. Ладно, посмотрим, что вот это будет за блок. Дерочка. Хорошо, у нас есть три куба. Ох-ох-ох-ох, вот сейчас стремнота начинается. Не похоже на приемлемый результат для нас. Прям не похоже. Прям не похоже на приемлемый результат для нас. Поэтому план Б. План Б. Не видно. Отлично. Так, ну мы потеряли Отто. Остальное все замечательно. Я вижу, что Винтерос пал духом немножко. Вильям его вводить пока не будем. Вильям его вводить пока не будем. У нас еще, кстати, взяточка простаивает. Тоже. Что-то я про нее забыл. Надо ее и утилизировать. Вильям его вводить. 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 Так, Хорст Мне не нравится Хорст Ну смотрите, ну что он творит Ну ладно, хотя бы не покинул Зону прилета, отлично, хорошо Хорст, кстати, наверное, мои фанаты Как раз и кинули за то, что он покинул Поле в первом тайме На первом же ходу Блин, вот именно из-за таких событий Я и поставил себе защитные Двери, антихограф, охранников Ненавижу эту дверь А, это же, это вообще другой вент, да Все равно не нравится мне вент Блин, я бы все их поставил, чтобы их отменить Будут тешить себя мысли, что бурт Я люблю еще меньше Тем не менее, смотрите О, Винтерос наконец пошел Так как, я думал, он пойдет с самого начала У него, правда, уже минус два кетчера Ну хорошо С их мовом этой стратегии Она была бы гораздо лучше С их мовом этой стратегии Оружают моих кетчеров С их мовом этой стратегии Видимо, сейчас раскачки уже не будет Любопытно Вот кем он так хочет поставиться Так Плохо доджиться эльф Смотрите Доджиться очень плохо Так Можно пойти арнульфом прессовать Мячик Можно почистить тыл Можно сделать все сразу Можно запереть вот этих товарищей здесь В принципе Ой, столько всего хочется сделать Прям вообще Хочется еще бульцануть кого-нибудь Моим закатывальщикам Какое-то можно сделать Ладно, давайте хитрый план сделаем Сейчас посмотрим, что здесь получится А потом будем решать дальше Я думаю, что здесь можно В принципе уже не сильно На мячик играть Так, у нас какие-то Технические неплалки Я смотрю Технические неплалки Похоже Похоже, оппонент отвалился На план хочется Хочется сделать Сюда Блиц Если он будет Если он будет удачно Закатать И если будет неудачно То я его выпихну за поле Здесь можно прижать Угрозы гола Мы тогда уберем А вот так вот Надо еще один ассист Конечно По-хорошему И контр-ассист тоже нужен Блиц Долбанные вампиры Хочется его отправить За поле Прям вообще не могу Ладно, попробуем вот так Попробуем так Мы сделаем вот так вот Тебя мы поставим сюда Рубан у нас будет Сейфти Да, Рубан Так я тебя доверяю Ты у нас Давай-ка выпихни его нафиг Или положить его Давай вот так Давай все-таки Попробуем тебя выпихнуть Отлично И здесь мы можем даже Мазать Наверное вот этому парню Леном пойдем Огром 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 А Огром Бить, наверное, даже не будем Хотя, чего мы теряем? Нет, он тогда пойдет Просто через центр Мы, в принципе, всех можем потянуть Ну, да, ладно Давайте ударим В принципе Ударим Не будем пеленонить Пусть стоит Он держит Меня тут тоже Могут выкинуть На самом деле Барбаросса Здесь стоит тоже Под выпихиванием Но если он будет Заниматься этой ерундой Ему Он Как бы Не, смотри Он занимается этой ерундой Может не надо Барбаросса мне ценен Как память С другой стороны Как бы терять У него сейчас Шанс гола Только, в принципе, через Через вот этого парня Он сейчас обложен Со всех сторон Так что, может быть Может быть, это и оправданно В принципе У него, правда, четвертая сила Так что это будут минусовые кубы Хорошо, что гард не добегает Немножко уберем пока Таблички Потому что Что-то они мешаются пока Не знаю Может быть, он просто попробует Сейчас в наглую отдать вкладочку И наглую сделать пас Это вполне себе Тоже вариант Потому что не факт Что у Мэй кто-то перехватит А у него Четыре плюс Кэч с реролом В принципе, нормально Так что, можно Он вполне может даже забить Сейчас Ой, хорошо Хорошо О, гравоподножка Харидину нужен Ап По перехвате Давай Так Нет Смотрите Он все-таки может занести Давай, товарищ Может быть У тебя получится И получилось Ээээ, хорошо У нас есть Цель для белоснежки У нас есть Пятиагильный парень Которого можно Выпихнуть за поле И у нас есть Немножко ударов Давайте начнем Этик можно даже Наверное, не поднимать Давайте начнем С немножко ударов Субтитры сделал DimaTorzok Далее увозим этого парня подальше Я думаю, что Донни фанатов ему будет Получше Ну и в принципе тоже Так тоже можно Можно еще попробовать Рубина качнусь Пасом, но я думаю, что я лучше Просто пофалю Давай Покажи ногу Эндрю Так, это колокол Колокол это тоже ничего Это правда с удалением, но мы сейчас потратим взяточку Хотя можно, кстати, не тратить У нас же запасной есть Поставим ее на второй тайм Да, Эндрю нам особо не нужен Зачем, собственно? У нас на второй все равно есть запасной Так, хорошо Наша атака Наша атака Колокол у товарищей не встает Все замечательно Собственно, у него лежат все три кетчера Так что Остались только 8-ми бронированные парни Куча статов И еще Очень неприятный блицер, конечно, есть тоже Которого Вот наша теперь основная цель Потому что Роза, вот она Единственный сайдстеп Стреббол в команде Опять какое-то ожидание Будем ждать Да-да, я так понимаю Обитатели лоса Они здесь будут Этого надо Постоянно держать маркой Каким-нибудь бесполезным лайменом По-хорошему Этого надо закатывать А с этим Ничего не сделаешь Пусть они там Сами свои даджи Фейлят В принципе Пока они Не сильно мешаются Они Не особо опасны Пока у них Меча в руках нету У нас Единственный минус Это то, что у нас Рубан Немножко не готов К роли Нормального Которбека Отто его Ещё не всему научил Нам надо занести По-хорошему Надо заносить Барборосы Причём два раза Он нам очень нужен Качественный К следующей игре Очень нужен Что ещё Джок у нас В принципе готов Вилли Конечно Можно было бы Качнуть Но В дворфах Вилли Скорее всего Играть Явно себя не покажет Он в последнюю очередь Будет выходить на поле Его скиллы И сила Вторая Она Не очень хороша Такими как Убель Можно попробовать Арнульфа докачать Но Для того Чтобы его докачать Нужно 8 СПП Это немножко Проблематично Всё-таки Барборосы Хотя бы Если Можно ещё Надеяться На МВП Здесь тоже Конечно Может надеяться С одним головом Но лучше Я всё-таки Барборосы Попробую Замести Если вдруг Получится Мэни вообще Теперь не прикасается К мячу По крайней мере Старается Маркус качается С собственными силами Ну а все остальные Ну можно Можно Рубина На самом деле Да Попробует Рубина ещё Качнуть Но тоже Не сильно Это критично Вообще Занесём Кем получится Смотрите Не Нет Всё-таки Нет Ну как я и говорил Вот жители лоса Ничего Удивительного Что-то я даже Не знаю Куда магу Потратить Хочется Хочется ещё и мага Как-нибудь Влепить Куда-нибудь Я даже знаю Куда я влеплю Мага Так Всех впихаю Сюда И маг сюда Отлично Кстати Отличная идея Если вдруг Останутся стоять То цель Для мага найдена Так Вилли Помогает Рубину Рубин Рубин Ты где? Рубин Здесь Рубин Рубин Немножко Назад Вилли Здесь Хорст Кроет Всякие Нехорошие Подходы Жог Стоит С этой стороны Закатывать Будем Скорее всего Тебя Поэтому И у нас Идёшь Сюда Ты у нас Идёшь Сюда Мэнни у нас... Так, так, так. Вроде все хорошо. Погнали. Давайте только без всякой грязи на кикоффах. Интеросу дадут. Даю треролл. Так, хорошо. Рубан никуда у нас не добегает, поэтому будем здесь немножко... Пусоваться здесь. Так. Все добегают. Надо бы сейчас получше мячик защитить, попробовать. О! Аврик качается. Кстати, может быть... Может быть, его, кстати, стоит тоже поднять. Все-таки ему очень нужен гард. Но если он получит свой уровень травмы, будет вообще зашибись, конечно. Так, ты. Давай мы тебя... ломим по тебе. Хорошо. Идешь сюда. Жог у нас. Пойдет дружить, наверное, с этим Блицером, в которого сейчас я сделаю Блиц. Мячик мы немножко прикроем получше. Нормально. Нормально. Ты у нас тоже дружишь. Ты делаешь вот так. Тебя пока я не знаю, куда приткнуть. Может быть, даже оставим тебя здесь. Будешь у нас центром стратегических инициатив. Огром надо втопить. В общем, топим Огром и поднимаем мячик. Огр не втопился. Поднимаем мячик. Не подняли. В принципе, хотя бы он лежит более-менее надежно сейчас. Хотя, конечно, вот все эти пульсагилы сейчас они могут его забрать. Через грязь, опять же. Я здесь, в принципе, постарался сделать максимально неудобно. Но вот может все это пройти. Как ни странно. Гриц. Ну, я не знаю. Мне хотелось все-таки подвинуть. Если есть неудачные блоки, то есть вероятность, что они сюда встанут и в самом конце зарядить. Ничего страшного. То, что я мага не потратил, это ничего страшного. Потому что сейчас у него все равно есть как бы некоторая боязнь мага. То, что я могу его использовать все-таки в любой момент. Ну, может и нету боязни. Не знаю. Посмотрим, короче. Посмотрим. Смотрите, играет уже через грязь. Ну, в принципе, что ему остается? Ему, правда, нужно хотя бы сейчас подвести товарища, которому можно, не знаю, пас отдать. Ведь может забрать мячик отсюда сейчас. Будет неприятно. Будет неприятно. Дорогу он открыл. Если бы Рубен взял мячик, я бы жахнул магом, конечно. Мячик мне надо поднять было важнее, чем шерохнуть магом. Мячик мне надо за вами. Открыл. Мячик мне. Браво. И что? Ну, так про. Трик. Побежал. Мячик. Мячик. Ну что, он решится или нет? Всё-таки давай. Решайся уже, товарищ. Пора. Варнульф. Нехорошо, Варнульф. Нехорошо. Ну ладно, давай стоять. Варнульф. 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 Защитить тоже. Ну тут, правда, вот этот парень стоит под Маркусом сейчас. Это ГФИ не прокидывает, хорошо? Ну, надо тратить, раз уж он решил рисковать таким образом, надо тратить револуси. О, Рубен, наконец, взял мяч. Ну, Рубен, лучше поздно, чем никогда. Молодец. Так, хорошо. Что мы делаем? Что мы делаем? Во-первых, Арнульф встаёт. Во-вторых, во-вторых, как мы будем атаковать? Ну, здесь, в принципе, с одним ассистом мы блоком снимаем. Потом можно подойти сюда. Здесь клетку толком-то и не сделаешь. Народу не хватает. Можно по этому Рубену здесь сделать Блиц, Рубену пройтись и отдать пас, например, Жоку, и убежать им в закат, в принципе. Вот если получится этого товарища повалить. Так, Огры мы, скорее всего, убить не будем, поэтому ты просто просыпайся. Хорошо, единичка съелась. Ты. Что у нас здесь завалится? Ты. Смотрим, сможем ли мы почистить Рубена. Хорошо, что я активировал Огры. Хорошо. Дальше. Смотрим, можем ли мы повалить этого товарища. Если мы его валим, то у него снижается мув, и мы можем спрятаться. Где-нибудь здесь Жоку нас быстрый. Он может убежать сюда. Может убежать куда-нибудь сюда. Нифига не надежный план. Наверное, все-таки я просто клеточку здесь построю сейчас. Попробую, по крайней мере. Уголок этот есть. Попробую, по крайней мере, На辞 commissioner,illiroy dinosaur я, у нас вместе с лидерами. Вот так вот. так вот здесь третья сила поэтому ладно будем смотреть на тебя здесь здесь мы тоже таковать не будем смысле нету клеточка так себе гордов здесь ни одного оба города у меня стоят на центре немножко не позиции мне страшно горлов не хватает конечно я вот не знаю как я буду если я конечно выиграю этот матч что не буду говорить загадя как я буду играть с уберем у вас двумя годами для меня это конечно очень-очень большой и острый вопрос так арнульф держись арнульф молодец так сейчас жог получит зубы держись держись вот так корс с тобой собрался держит удар довольно прям опрометчиво ставить под марку скаутом мне кажется а во как два куба в мяченосце норм подбирать неким но мячик он выбил даже почти подобрал так хорошо то у нас здесь с какими статами тебя можно отсюда увести вниз руб нам опять хочется поднять тебя по-любому надо вставать жог ты тоже вставай арнульф к сожалению тоже тоже надо ему вставать если можно вот в принципе ударить сюда сделал здесь контрасист да дилемма да в у у а и а и и и так хорошо с этим разобрались теперь куда спрятать мячик тут немножко не очень получилось коробочка можно здесь и спрятать на самом деле ребят стоят вполне сюда надо брить еще прописать конечно так вот взяточка пригодилась хорошо ну почти почти защищен почти здесь надо много контра систо чтобы было два куба так что можно сказать все нормально что-то надоели мне эти вот это вот это состояние на угре надо заносить уже конечно надо заносить двигаться вперед вся эта ерунда она как-то непродуктивно совсем может чё-то джок опять занести а Я понимаю, но я просто смотрю Мне нужно действительно качать людей По-хорошему мне нужно либо этого Блицера качнуть, либо мы его все-таки Барбаросу Доджиггернауту взять, догнать Потому что гномы убили Вообще мне не внушают никакого доверия В плане В плане того, что они будут играть Не пробиваем ни броню там И так далее Когда игроки кончаются, надо Иметь хотя бы какие-то скиллы на оставшихся Банальная, конечно, вещь Тем не менее Хорошо, снял один ассист Снял второй ассист Он, видимо, будет вот этим товарищем Бить отсюда Как я понимаю Или этим отсюда Да, один кубик у него есть Да, кстати, он и гол может сейчас организовать Если вдруг ему повезет Но Надо, конечно, постараться сейчас Да, один кубик у него Что у него получается Но это блок Снял один кубик у него Снял один кубик у него так можно закатать вот этого можно закатать вот этого принципиальной разницы в принципе никакой тебя можно отвести в принципе вообще сюда план неплох давайте попробуем а так куда мне спрятать мячик куда делать блиц эти ребята постарались не ахтим можно сделать блиц фары ну вот так сюда и сделать клеточку здесь новую а он оставить тебя как как есть так хорошо ты стоишь где надо и ничем не мешаешься ты принципе тоже ничего мешаешься можешь конечно дело сдать здесь какой-то гард но и страшно тобой можем пробить а на самом деле можно вообще повести куда-нибудь вперед можно здесь оставить здесь тоже нормально один кубик здесь я думаю сделаю потому что не хочется мне приближаться уже очень сильно кромки давайте начнем с куба шестерочка хорошо и давайте катанем огром я не знаю рералов много давайте попробуем перебросить не хочешь не надо не больно ты хотелось сразу с козырей заходит не но он может он может в принципе один кубик он здесь найти может как обычно тем не тем временем стать винтероса заканчиваются немножко уже рералов если бы я не сделал блок 1 кетчером то на тупку было бы шестерка потом три единички вот принципе то же самое это нет на тупку по-другому было что то я не не о том говорю да было бы по-другому там двоечка можно было в лотерею сыграть ну переброс шестерочка смотрите находит находит ходит шестерку с последнего рерала даже есть шанс у нее сайте у него даже есть шанс занести сейчас это рост на самом деле молодец он свои шансы он видите он реализует какие есть у него и новые конечно но тем не менее так отлично это у нас аври это у нас линейки во первых ты уезжаешь у нас уезжаешь в закат до свидания ну хотя бы сюда хотя бы сюда отлично да угар надо поднять ничего с ним не будет поднять хочется сразу аври чтобы не было такой ерунды так что мы арнульфом наверное будем бить можно и рубаном давайте подальше его рубаном его отсюда увезем подальше укатаем этого товарища печально что не получилось мешает что мешается мне парень мешается этого парня отпускать тоже нельзя что он никак поднимай давай ленись придется один угол оставить таким полуоткрытым линию можно конечно сейчас его еще пробить попробовать у нас еще есть свободная линейка все таки придется сюда отвезти давайте попробуем его повалить у нас в принципе устраивает такой результат да говорит есть маг ну на крайне его оставляем пригодится если что то уже эти 50 процентов 4 плюс с реролом в один кубик и а и и и и и и сейчас наверно я бы наверно все таки проход бы сначала наверно все таки освободил тут 2 2 гф и эти кидать и 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 если что есть в принципе блицера может опять выбить мячик но ему опять опять неким неким поднимать и если что мне тут арнольф раздастся по щам всяким выскочком хотя бы сейчас будет я надеюсь у кого-либо мы сейчас немножко пожадничаем нам все-таки надо немножко качаться раздадим сейфовые блоки здесь и поедем дальше а не посчитал ты этот кфи ладно а Заносим. У нас последний ход. Если у нас будет Блиц, то мы можем даже четвертый занести с некоторой удачей. Будем верить, как говорится. Так. Вилли, иди. Страдай за всех. Хотя даже, наверное, вот так вот. И струбин отдувается. У меня троса два хода. Так что он может, в принципе, попробовать сейчас сделать почетный гол. Еще один камень. Рольф новый наш игрок получает. По зубам. Это сразу не гла. Не, ну я вот на такое вот не ведусь, ребята. Вот, вот, вот. Я не знаю. Вот сейчас уж вот сто пудов мне хорошего игрока убьют, а. Так нельзя. Нет. Нет, Рольф, не прижился, не прижился ты в команде. Я думаю, что нам, нам придется с тобой попрощаться. Только попробуем ВП схватить засранец. Только попробуй. Так, у нас есть еще некоторые шансы сейчас чуть-чуть травм сделать. Последний ход, в принципе. И дать мага. Кого-нибудь. Продолжение следует... Ну, всегда есть шанс, что мы что-нибудь заложаем в свой последний ход, поэтому мы ход, наверное, с мага начнем. Кого хочется взять, мага? Наверное, вот в этого парня. У нас работало хорошо. Ты, у нас, идешь сюда, с одним ГФИ. Это рискованно, поэтому сначала мы все-таки позаботимся обо всем остальном. На самом деле все и так образуем. Вот так отлично получилось. Бить я здесь не буду. Здесь я, наверное, бить не буду. Могр, мы сюда подойдем. Да я не знаю даже как-то. Делать тоже больше нечего особо. Да я, наверное, я не знаю. Я не знаю. Делать тоже больше нечего. Да я, наверное. Я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Единственное, конечно, вот Рольф... Но его не жалко. Мы его купили прям пред игрой. Привязаться к нему не успели. Главное, чтобы МВП не получил. Если не получит, то все будет хорошо. Будем морально готовиться к следующей игре. Суберем. Продолжение следует... Поймал, кстати, мячик. Ну, смотрите, гол по отчету. Похоже, все-таки Винтерос все заработали. А, нет, не заработал. Очень жаль. Играл хорошо он, в принципе. Даже второй шанс ему только что... Почти дали. Почти дали. Чтобы это было, конечно, по правилам, было бы отлично. Так, попробуем троечку приролить. Хочется. Все-таки я жадный. Я жадный. Ну и ладно. Далее денег более-менее нормально. МВП получил Мэнни. Ну и ладно. Хрен с ним. Хотя бы не... Не новая линейка получила. 52 блока. 34 у него. Мы так, в принципе, эльф нормально поклотили. Ну и первый тайм нам, конечно, повезло очень хорошо. Полидируем матч. Смотрим, кто у нас там... Что у нас получил Эвери. Получает он мув или армор. Но мы его брать не будем. Это все ерунда. Не нужен ему сейчас ни мув, ни армор. Он никак ему сейчас не поможет. Поможет ему сейчас гард. Гард ему поможет. Ну и сразу с... С Рольфом попрощаемся, потому что... Ну нельзя же так. Нельзя, Рольф. Вот. Ну, тормозим запись. Всем спасибо за просмотр. Болейте там за нас. В следующем туре. Продолжение следует...